Еще задолго до репетиции казаки разогреваются прямо на стоянке. Стопку беленькой для храбрости и сразу в пляс. Засиделись. Ради рекорда некоторые из них преодолели более тысячи километров. После лихих плясок казаки отправляются на площадь с фонтаном. Здесь уже собирается внушительный по численности хор. Сразу видна дисциплина. Восемь рядов, а это три тысячи человек, подхватывают заданный ритм. Кто не доучил текст, поет по бумажке. Запись, песен, которую мы с вами с таким воодушевлением сегодня репетируем. И вот после двухчасовой репетиции, наконец, звучат заветные слова. Камера-мотор. В течение пяти минут казаки поют две песни акапелла. Чтобы никто не сбивался с ритма, главному дирижеру помогают еще двое. Этим коллективом замечательным было просто удовольствие управлять. Потому что они все живут общей идеей. И не нужно никого заставлять или кого-то настраивать. Потому что все дышат одним воздухом. В этом огромном хоре 150 самодеятельных коллективов. Из Украины, Калмыкии и шести соседних областей. Все они приехали на фестиваль казачьей культуры. Заявка на рекорд – перформанс перед заключительным концертом. Побили мы какой-то рекорд или нет, это подведут итоги специальные люди. И самое главное, я считаю, для себя рекорд того, что мы это сделали. И вот попытка засчитана. Хор расходится за несколько минут. На площади остаются только дончане и астраханцы. Напевают песни и знакомого репертуара. Старые друзья постоянно переписываются в социальных сетях. Добирались из Астрахани с приключениями. Всю ночь плутали, даже навигатор не помог. Мы заблудились при въезде, как ни странно. Мы несколько раз разглядывали Тачанку. Мы, насколько поняли, это был памятник Тачанки, Ростовчанки. Сначала мы увидели одних коней, потом мы увидели всадника. И мы только с третьего раза, потому что мы трижды, получается, вокруг него колесили. И только на третий раз мы разглядели, что это ваш великолепный памятник. Никто из участников никогда не пел в хоре численностью более ста человек. Но для настоящих казаков масштаб не проблема. Трем надо там давать, что-то там учить чему-то. А здесь заиграл им, запел, проговор дал. Они уже слышат песню. Вступили и пошел. Особых партий у нас нет. Вот ты там пой, вот там пой. Нет. У нас в коллективе есть такая поговорка. Я пою там, где мне удобно. Свою заявку казаки записали на видео. И съемку уже отправили экспертам Книги рекордов Гиннеса. Станет ли хорданских казаков самым большим в мире, узнаем через два месяца. Екатерина Лободина, Юрий Санкин, Южный регион, Инфо.